ваши откровения так и сейчас русский язык ключи чтобы сделать по расшифровки описание семинара вот так вот давайте слушаем вас спасибо тогда начинаем здравствуйте уважаемые коллеги участники семинара спасибо что подключились тема нашего доклада это вывод уравнения и канала из уравнений максвелл докладчики на сегодняшнем докладе это арсений федоров и штепа кристина мы аспиранты кафедры прикладной информатики теории вероятностей наш научный руководитель профессор доктор физико-математических наук дмитрий сергей кулябов содержание нашей работы и слайд с задачами и целями доклада целью нашего доклада является разбор вывода уравнений канала из монографии Борна Вольфа основы оптики мы тут ссылаемся на редакцию от 73 года задачами является подготовка методического материала который позволит начинающему исследователю который только начал распираться в этом материале в достаточной мере понять полностью весь процесс вывода уравнений канала который представлен на графе также задачами сопутствующими является вспомнить основу векторного анализа записать уравнение максвелла в упрощенной форме вывести волновое уравнение из уравнений максвелла и наконец получить поэтапный вывод уравнений канал а также также на нашем слайде в эпиграфе как бы представлена знаменитая фраза таламбера работаете работаете а понимание придет потом как раз это специально вставили чтобы описать то что сейчас мы разбираемся и очень рассчитываем на то что получим очень глубокое понимание вот материаль на этом слайде у нас представлен алгоритм нашей работы те шаги которые мы делали чтобы получить в итоге уравнение канала начинаем мы с уравнений максвелла допускаем упрощение то что рассматриваем среду без токов и зарядов делаем это потому что рассматриваем область оптики соответственно фотоны не имеют зарядов вот далее представляем что рассматриваем такое поле которое называется монохроматическим и гармоническим затем переходим к выводу уравнения по выводу волнового уравнения из уравнений максвелла получаем уравнение гельмгольца при монохроматической гармонической волне и затем допускаем еще одно упрощение и в итоге получаем решение уравнения гельмгольца при плоской волны в случае плоской волны возвращаемся обратно получается в первую ветку и делаем предположение о том что поле которое мы рассматриваем она коллегается и на основе у меня полученного решения уравнение гельмгольца при плоской волне мы не ищем решение в виде плоской волны и наконец последнее наше предположение о том что рассмотрим высокочастотную волну наконец мы получаем уравнение канал рассмотрим основные определения как то есть работе соответственно обозначаем трёхмерное точечные флидового пространства как r3 задано т-картовой системе координат порты обозначаем как x, y, z радиус вектор координат буква r подкладывается от начала координат точки о скалярное поле в области пространства r3 это вещественно-значная функция f и векторное поле в области пространства r3 это вещественно-значная функция в также вспоминаем основные операции в векторном анализе мы все их записываем через знак набло через векторный дифференциальный оператор гамильтона градиент дивергенции ротер также при записи волнового уравнения нам понадобится оператор ва пласт это набл квадрат и под формулой 1 2 соотношения которые позволяют раскрыть векторное и скалярное произведение будем использовать их дальнейшем перейдем к векторным дифференциальным выражением второго порядка здесь тоже таблица которая нам понадобится второй столбец первой ячейкой будем использовать эту формулу и третий столбец последний ячейка с двойным векторным перемножением наконец рассмотрим уравнение максвелла с описанными характеристиками также вспомним материальные уравнения которые позволяют нам сделать некоторые замены у каждого из взамен есть оператор который позволяет нам соответственно заменить там параметры рассмотрим следу с характеристиками где же и ро равны нулю то есть среду свободно от токов в таком случае у нас правая часть уравнений простится на везде будет равна нулю перейдем к выводу волнового уравнения а так как мы предполагаем что проложие равно нулю то рассмотрим вот такие уравнения под под номером 67 первые два уравнения максвелла соответственно используя материальное уравнение можем сделать замену также учтем зависимость параметров кси ой извиняюсь я писал имю от вектор координат x и g ну или от в таком случае замена для уравнения максвелла 6 7 выглядит таким образом точнее сейчас это только для второго далее мы к нему применим оператор ротора с учетом замены затем разобьем на две части и рассмотрим 2 испугаем вынесем производную по времени из знака ротора получим следующее выражение и выполним замену для того чтобы упростить первое выражение мы используем формулу раскрытие векторного перемножения где фото скалярная функция в это векторное поле разложим это следующим образом на опять же на две части 1 1 b используем тождество с твоим вектором перемножением где квадрат это оператор вопроса и применим другое тождество со скалярным перемножением для раскрытия того что получилось то есть еще больше упростим снова выполним замену параметра б на кси епсилон на епсилон 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 все верно получим вот такой вид в результате что у нас получилось то есть часть 1а она имеет следующий вид часть 1b запишем дальше скомбинируем затем умножим на на мюл и поменяем знаки и вот мы получим вот такое выражение и для вектора для вектор напряженности магнитного поля делаем то же самое далее в случае изотропной среды мы предполагаем что епсилон и мю это константы соответственно при дифференцировании они обнуляются в таком случае у нас просто часть правая которая была тоже обнуляется у нас уравнение корень максвелла приходит к следующему виду ну и дальше мы введем величину в которая равна c делить на корень епсилон скорость электромагнитной волны в среде рассмотрим случай плоской волны волновое уравнение выглядит так соответственно в нем s это некоторый единичный вектор фиксированного направления любое решение этого уравнения имеет вид у ну то есть функция в которой производится получается скалярное перемножение электро пир на вектор с электро это координат с это вектор направленности и соответственно функция получать первый параметр второй зависит от времени и это решение представляется плоскую волну но так как вектор постоянен в плоскости и где д д параметр обозначающие обстояние от плоскости до начала координат выражение скалярного перемножения р на с это фактически нормальное уравнение плоскости соответственно можно записать это в декартовых координатах как такое выражение и затем придем к схеме где у нас показана наша изначальная система координат с осями x y z тут можно их увидеть и затем что мы делаем мы берем вектор направленности с который идет от начала координат точку она тут не обозначена но начал координат центра затем мы продлеваем его этот вектор нас получается новая ось которую мы называем z это затем мы как-то правильская пьем произвольно другие две оси таким образом чтобы у нас соблюдалась ортогональность то есть правило правой руки делаем правую систему координат соответственно у нас получается две плоскости перпендикулярных друг другу вторая плоскость по сути это наша волна которая или нет вот и плоскость и в зависимости от времени она как бы но распространяется дальше но всегда лежит в этой плоскости далее так как мы заменили систему координат на новую мы произведем для того чтобы можно было дифференцировать по новым координатам мы произведем замену с помощью матрицы и якоби используя вот правую форму до правую матрицу соответственно у нас кси и это это константы от зета она зависит от проекции р на с получается что у нас первые два столбца они обнуляются и вот последний который не нулевой остается вот мы получаем такую такое выражение после этого оператор лобласа преобразуется к следующему виду где у нас мы избавляемся от лишних производных этого порядка но остается всего две вот затем произведем еще одну замену для упрощения мы заменяем c-то с вт на пейку таким образом у нас получается еще поле упрощенный вид вторые производные выражаем через новые переменные соответственно подставляем оператор волнового уравнения упрощаем еще и получаем такое общее решение функции соответственно можно использовать подход с разделением переменных искать решения в комплексном виде и при подстановке волнового уравнения получить в итоге вот такой вид также мы введем скалярные величины к и к 0 где к 0 это омега деленное на c омега это частота c это скорость света в вакууме и соответственно перепишем уравнение для в ноль вот таком виде полученное уравнение называется уравнением гельмгольца она однородная потому что справа у нас 0 и получается в общем случае его можно выразить специальных функций в случае плоской волны можно в таком виде записать где у 0 зависит от r хорошо дальше перейдем к выводу уравнения канала еще раз напомню упрощенное уравнение максвелла ну да система уравнений и предположим следующее мы рассматриваем строго монохроматическую гармоническую волну электро напряженности которые можно записать как ездят там я же завище от рт от времени и вектора координат соответственно если в уравнении максвелла подставить следующее выражение то мы получим левую часть равную вот этому далее в следующие два уравнения максвелла тоже следующее выражение используем замены материальных уравнений то есть мы избавляемся от параметров которые сейчас нам не нужны это да и б делаем это с помощью оператора и псевдонами получается продолжаем делать замены затем получаем для первого для уравнения максвелла такой вид затем для следующих 3 такой где у нас к 0 затем система уравнений принимает следующий вид и наконец делаем еще одно упрощение чтобы избавиться от и аж мы вводим е 0 и аж 0 где рассматриваем экспоненту которая зависит не от координат и времени от некоторой функции у завище от координаты от от вектора координат таким образом еще более упрощаем и получившие выражение так ну получается берем кредит от функции от функции от экспоненты завище от у затем получается слагаемая ротор от h0 принимает такой вид потом то же самое делаем для ротора от е0 затем нам приходится сделать вычислить дивергенцию она вычисляется немножко сложнее потому что нужно будет применить формулу два раза мы делаем это последний первый раз мы применим применяем это для этого выражения когда мы раскрыли его затем делаем то же самое и уже при подстановке полученные выражения подставляем у нас выходит такое выражение в итоге уравнение 3 уравнениях максов принимать следующий вид и получаем выражение для вектор аж 4 уравнение затем собираем это все в систему наглядности вот на слайде получается у нас в каждом выражении есть параметр к 0 это ли мы ввели ранее затем для упрощения получается заменяем дробь единицы на эпсилон с набло эпсилон на набло от алгоритма эпсилон потом получаем четвертое уравнение наконец приходим вот к такому виду уравнение максимум где у нас в правая часть вся делится на к 0 и и наше последнее предположение как указывалось алгоритме мы говорим что предполагаем что рассматривается высокочастотная волна где параметр к 0 очень очень велик а лямбда наоборот очень мало соответственно при таком раскладе у нас я правая часть которая делится на к 0 она стремляется к 0 делаем как бы предположение что она равна нулю в таком случае у нас обнуляется правая часть и мы получаем такую систему также мы можем доказать что третье четвертое уравнение следует из первых двух скалярного множеств первые два уравнения но на голову используя факт того что результат векторного произведения ортогональ обоим его со множителем соответственно будем рассматривать теперь только первые два уравнения где выражаем h из второго через гуи и подставляем в первое у нас получается вот такое выражение и для того чтобы раскрыть два векторных перемножения мы используем в тождество а на b на c где бац минус а соответственно при раскрытии этого получаем поражение снизу можем его дальше раскрыть в итоге получаем по сути получаем уравнение канала где n это корень из эпсилона мил и где функция у это и канал а поверхности это геометрические волновые фронты зависящие от координаты в компонентном виде в д-картовых координатах это можно записать так и соответственно норма от на b у квадрате это то же самое таким образом мы закончили вывод уравнение канала и в ходе нашей нашей работы мы получили методический материал с детальным объяснением щеков по выводу уравнение канала из уравнение максвелла он позволит начинающему следователю в должной мере понять тот вывод который был умещён в книге по сути в восьми строках и я думаю что да это может быть помочь исследователю про начинает разбираться в этой области в в дальнейшем мы будем решать уравнение канала разными методами в том числе методом характеристик собираемся моделировать разные линзы такие как линза лениберга линза максвелла и линза итона соответственно делаем это для того чтобы создать область исследования в рамках которой будем вести дальнейшую работу над диссертацией основные источники это монография Борна Вольфа и книга Федерюка как наверное дефицинциальное уравнение коллеги спасибо вам за внимание ваши вопросы спасибо арсений я вижу что краткость ваша сестра достаточно быстро похоже все рассказал это просто непристойно быстро я случайно я даже не следил за этим есть ли какие-нибудь вопросы к докладчику все рассказано очень четко формальное освоение материала совершенно точно видно что-нибудь уже пытались сделать конкретное как применять полученные материалы где какие запинки могли бы быть в прикладных вещах или это первые первая проба пера самостоятельного давайте я отвечу мы в целом действительно уже пытались смоделировать линзы в том числе линзу Лениберга и как раз таки вот нам нужно было решение уравнение канал чтобы мы могли но физически понять и на самом деле и на графиках нарисовать как распространяется волна ну луч или пучок лучей получается вот источника таким образом рисуем фронт который исходит от источника вот но мы поняли что не очень сильно механику и точнее смысл смысл понимаем поэтому было решено принято решение разобраться в выводе и понять именно происхождение генезис того как это происходит вот сейчас для себя уточню значит в начале понявши что есть какие-то засады не вполне понятные взялись за изучение теоретической части за ее моделирование в более отчетливом виде это хороший путь и теперь когда вы прошли эту этот участок пути когда собираетесь приступить к следующему то есть вернуться к первому этапу на новом на новом уровне познания я думаю что совершенно в скором времени мы сначала собрали вывод уравнения с помощью векторного анализа соответственно дальше очень сильно дмитрий сергеевич рекомендует нам проделать то же самое с помощью тензорного описание и дальше я так понимаю мы будем но тензорный еще не применялся в начале будет тензорный анализа потом применение и векторного и тензорного какой-то конкретный или к разным конкретным и посмотреть какой путь лучше да да скорее всего тензорный как мы поняли но предстоит узнать убедиться самому неплохо года да да эти старички любят обманывать я знаю когда был молодым да хорошо я на задавался вопроса спасибо спасибо вам спасибо нет антонович но больше вопросов я вижу михаил дмитриевич исчез мы ожидали что он задаст какой-нибудь вопрос да это наши последователи уклонились деваков тютю ник демидова или его я даже не позвониться до некоторых из занести в это критику мигран нельцинович нужно попросить чтобы он анастасия вячеслава не татьяне рифа то они у них посказал я не верю ну да формально пара конечно формально пара да ясно ясно но все равно что мало народу до игра на тебе все понятно или нет микро но мигрант сам написал все там ему конечно я удивлюсь если ему понятно потому что чем больше разбираешься какую-то вещь тем больше видишь непонятных вещей да и скольжение по поверхности вдруг начинает ощущать подводные камни ну что и извлек из этой работы то что разработанный англичанами формализм векторного анализа это отвратительный формализм чем но с ним просто невозможно работать ну вот арсений справился это очень условно это условно справился для простых вещей этот формализм а неплох а чуть шаг право шаг левый уже все хорошо получается если я правильно понимаю когда дифференциальные операторы векторные скажем так выписываются в простых координатных или как там назвать системах сферических цилиндрических еще каких-то и все градиенты эпсилона и мю тоже идут вдоль этих самых тогда все получается хорошо а когда немножко под углами когда есть отклонения от этих ослоений то получается а почему там получается плохо дмитрий сергеевич вас да потом потому что введены искусственные понятия как скалерное произведение векторное произведение смешанное произведение это все крайне искусственные нагромождение которые все портят и ухудшают жизнь человека очевидно про и чайские операции получится лучше ну есть единообразные формализм это тензорный формализм там он конечно более громоздко выглядит но он единообразный там да то есть там любые отклонения выписываются в виде соответствующих да там не надо понятно есть формализм косых форм которые более идеологически выдержаны которые тоже однообразны там нет ничего из лишних понятий а вот тут мигран вот тоже путался то там скобочку нету поставят ну да верхние индексы нижние индексы еще что-то ковариантные контравариантные да это на хорошие то с чего мы с тобой начинали либо да да в общем отсюда сразу ощущается плюс других формализмов для инженеров что для инженера все должно быть единообразно чтобы не думать и формализовано при формализовано да в общем не зря хэби сайт ругал этот формализм меня больше от капал формула-1 смущает по что ее доказывают только в компонентах и только для декартовых координат а потом распространяются формула-1 давайте я найду клавиша хоум есть это очень сложно там две формы под номером один на их там две да с векторным эскаляр это нет ее можно и без компонент доказывать и не и абстрактных без координатного базиса конкретного но выглядят они действительно достаточно эти самые операторы на расслоениях тогда это будет да 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 ну вот аккуратно мы на ковариантную производную переедем и все будет выглядеть достаточно симпатично но вот микро нельсона еще хорошо указал арсений кристина обратите внимание что вот это выглядят очень просто формула но на самом деле они очень глубокие то есть грубо говоря здесь спрятаны в нули символы кристофеля правильно я говорю то есть да именно так все тут спрятано на тут нужно нам сделать следующее это статья готовится первое заказа до кристина варсень это были какие-то бредовые статьи да даже скопус оске они статьи о просидинги арсений ну вроде просидинга просидинга да да иначе сейчас я извините ну и в целом мы здесь все выводим для декартовых координат а потом берем и уже в уравнении канала начинаем переходить к сферическим ну да пропустившие все промежуточные выплатки никто не говорит что но нигде не доказывается что она в этих системах именно так будет выглядеть там просто метрика добавляется в скалярное произведение и уже через нее преобразуется эти сферические цилиндрические а нужно по хорошему в общем виде вывести чтобы так делать но если вводится метрика то это не явное обращение к тензорным обозначениям тензорные диалоги ну или более глубокое это вот этим самым поля и формы когда декартового декартовые координаты там на любое касательное просто отождествляется с самим пространством склеивается с ним поэтому там все зануляется и все очень хорошо согласен мигран нельсинович извиняюсь что у нас план такой мы вот это сунем статью и я предложил еще добавить то же самое но в виде тензорных тензорного форма сергей петрович сейчас перезвоню виду семинар сейчас перезвоню значит и виде косых форм то есть для расслойных пространств ну и все посмотрим что получится на самом деле а косые формы там ведь если полярные координаты или какие-то другие там расслоение в полный для косых форм основная фишка то что не было бы то чтобы кручение не было а потому что с кручением возникает уже конечно все это можно писать но это уже не те косые формы которые обычно мы используем потому что там как раз игра на том что из-за структуры пространства вычитаются одна из другой символы кристофеля и исчезают поскольку они симметричны и из-за того что мы выкидываем символы кристофеля у нас становится проще формализм но вот так вот в принципе эта работа по большому счету никому не нужная нет нет дмитрий сергеевич она нужна и участникам этого доклада и всем последующим ученикам вашего направления которые будут проходить этот путь ну и для для них обоих это войдет какой-то частью во вводную главу да это диссертацию войдет значит у кристины вообще мы все на геометрической оптики то есть на и канале будем делать у арсения то это только часть будет и канал посмотрим что там еще будет у него ну вот это как бы первая статья но мы должны план по статьям выполнить все эти и после этого они займутся после подготовки этой статьи к саратову подготовки чтобы поехать там выступить это будет участие в апробации у них и соответственно сделают две статьи по одной каждый и расширенной версии этих статей мы тоже вестники опубликуем ну и потом нужно будет для разнообразия куда-нибудь в какой-нибудь сторонний вестник залезть ну чтобы сделать вид что мы не только в одном месте публикуемся и все тогда будет комплект комплект по статьям а дальше там будем собирать диссертацию весной у кристины а арсений спешить некуда да арсений так а меня слышно да тебе не здесь куда спешить а я не шоуся нет нет если кристина спешит то никаких проблем кристина спешит ну у нас там про проблема что кристина спешит а у тебя до какого года мне кажется мне четыре с половиной года обучения поэтому от 21 нет мы вместе учимся и у нас получается через два года тогда после кристины со меня и до обещали обязать кристина в выпустим а потом сразу после кристины займемся арсением и как раз займемся не в том смысле что им вообще а займемся а не займемся написанием диссертации да и подготовкой к защите то есть тогда плавно все это успеем время и все значит ну вот все вот такие у нас планы мы пытаемся их реализовать хорошо спасибо большое всем участникам обсуждения и миграну нельсиновичу и арсению и крестение и дмитрия сергеевича да большое спасибо 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 до свидания всего доброго свидания Продолжение следует...